Сегодня бастующие учителя вновь собрались на томпе, чтобы донести свое послание политикам. Педагоги продолжают требовать повышения заработной платы, изменения условий труда. На прошлой неделе к педагогам основных школ присоединились учителя из других учебных заведений, приняв участие в трехдневной забастовке «Солидарности». Сегодня на томпе учителей было немного меньше, чем минувший понедельник, но союз работников образования Эстонии это никак не смутило, его представители продолжают стоять на своем, утверждая, что забастовка будет продолжаться и дальше. С момента начала забастовки в ней приняло участие огромное количество педагогов. На этой неделе тысячи учителей продолжают в ней участвовать. Это показывает, насколько данная проблема является серьезной. И мы надеемся, что правительство найдет решение, и мы сядем за стол переговоров, после чего мы договоримся, и забастовка будет завершена. Забастовку учителей поддерживают другие организации, как, например, профсоюз спасателей, который сам столкнулся с трудностями в виде решения правительства закрытия Коплевской спасательной команды. Мы чувствуем, что нас обоих обманули, и поэтому мы должны поддерживать учителей. Эти проблемы нужно решить, очень решительно, надо будет действовать. Мы не можем тянуть время, потерять время. Это важно для эстонских жителей, это важно, очень важно и для эстонской государства. За бастовку педагогов поддерживают и ученики. И, что примечательно, они это делают не из-за появившейся возможности не посещать уроки, а именно из-за того, что они понимают, насколько трудной является профессия педагога и сколько ответственности возложено на плечи учителей. Как вы видите, сегодня собрались ученики, чтобы поддержать своих учителей. Мы очень ценим своих педагогов. Для нас они специалисты, а не просто люди, присматривающие за детьми в школах. Забастовка объявлена как бессрочная. Это означает, что она будет продолжаться, пока стороны не достигнут компромисса. Насколько мне известно, наши учителя решили бастовать до конца января. Но какая-то часть учителей решила прекратить забастовку и вернуться к работе. Это было их индивидуальное решение. Сегодняшняя акция отличалась от той, что была проведена неделей ранее. Собравшиеся на томпе о педагоге и их поддерживающие, после этого пришли к дверям дома Стенбака, где они встретились с премьер-министром. Кая Кала, в свою очередь, выразила надежду, что ситуация стабилизируется и консенсус будет достигнут. По данным на сегодняшний день, непосредственно в Таллине продолжают участвовать в забастовке примерно 800 педагогов из 30 столичных школ. При этом, как заявили в Таллинском департаменте образования, остальные педагоги пристально следят за развитием ситуации, в случае чего готовы снова присоединиться к бастующим. Сергей Овченков, Петер Юльвайн, Новости Таллина. Новости Таллина. Продолжение следует...